Например, you'd better go there. Вам бы лучше туда пойти. Или you'd better be on time. Ему бы лучше быть вовремя. То есть образуется оно именно had better. Краткие в форме you'd better, I'd better или we'd better. В разделительном вопросе у вас будет hadn't и ставите местоимение. Например, you'd better go there, hadn't he? Ему бы лучше туда пойти, не так ли? Отрицание строится у нас обязательно через not. То есть вы не говорите I hadn't better. Это неправильно. И вы говорите I had better not go there. Мне бы лучше туда не ходить. Или ему бы лучше не опаздывать. Вы скажете he had better или he'd better not be late. То есть not ставите после самого этого выражения. Далее, значит, это выражение чем-то напоминает should, но есть определенная разница. Если had better мы говорим о частичной ситуации и во избежание каких-либо проблем, то should мы говорим здесь о чем-то общем, совете, общем. Например, it's cold, you'd better put on a raincoat. Холодно, тебе бы лучше надеть пальто, то есть плащ. А если мы говорим should, то мы говорим общий совет, и поэтому мы скажем так. Например, people should care about nature. Люди должны заботиться о природе. Ну и, как я сказала, had better – это именно во избежание каких-либо проблем. Например, you'd better be on time or you'll have problems. Тебе бы лучше прийти. У тебя будут проблемы. Поэтому я надеюсь, это видео было полезно. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...